200 граммов клюквы залила 30 миллилитрами воды и слегка проварила теперь пробиваю с помощью покружного блендера в пюре и затем протру его через сито протираю пюре через сито добавлю в пюре 60 граммов сахара если любите послаще можете добавить 80 граммов сахара добавляю сюда же 2 целых яйца у меня это небольшие яйца не крупные по 45 граммов а также 2 желтка веса вообще их у меня 30 граммов все тщательно перемешаю пюре к этому моменту должно остыть оно не должно быть горячее иначе яйца могут свариться и отправим на огонь постоянно перемешивая доведем до легкого загустения и до температуры 70-75 градусов два кольца диаметром 16 сантиметров затяну пищевой пленкой пищевую пленку необходимо брать тоненькую тогда она легче натягивается и бока формы можно предварительно слегка смочить водой чтобы пленка хорошо фиксировалась можно просто придать усилие натянуть и даже без воды устанавливаю на деревянную доску и точно так же затяну второе кольцо 70 градусов и сразу же добавляю склевочное масло 80 граммов и сразу же ввожу 4 грамма желатина предварительно замоченного 20 миллилитрами холодной воды где-то примерно на полчаса надо заранее замочить сила желатина у меня 180 грамм и тщательно перемешаю до растворения желатина такой нежный кремовый цвет получается на вкус кремлю также очень нежная и кремовая и переливаю кремю два кольца подготовленных поровну можно предварительно взвесить форму с кремю форму перед приготовлением кремю чтобы узнать количество получившегося кремю у меня получилось по 200 граммов в каждое кольцо накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник или морозильную камеру кремю быстро охладилось в морозилке это заняло около 30 минут теперь извлеку кремю из формы для этого прогрею бока формы с помощью обычного фена кстати небольшой лайфхак если кольцо разъезжается его удобно соединять канцелярской резиночкой вот такой кремю получается очень очень нежная поэтому удобнее всего помещать его в торт в замороженном виде сейчас я оберну его тщательно пищевой пленкой и помещу морозильную камеру до полного замораживания и уже после этого можно будет собирать торт хранить компоте в замороженном виде можно около двух месяцев в морозильной камере также чтобы извлечь компоте можно пройтись острым шпателем вдоль стеночек формы вот так далее вот так далее вот так далее